У родственников пропагандистской семьи Маргариты Симоньян и ее мужа, режиссера Тиграна Киасаяна, обнаруживают недвижимость на полмиллиарда рублей. Разыскать ее удалось благодаря утечке данных сервиса Яндекс.Еда. Как пишет ресурс «Можем объяснить», доставку на дом заказывала, в частности, дочь пропагандиста от первого брака Александра Киасаяна. Она владеет недвижимостью в самых элитных районах Москвы и ближайшего Подмосковья. В частности, 92-метровой квартирой в самом центре российской столицы, на Арбате. Стоимость этого жилья 45 миллионов рублей. И зарегистрирована квартира на бабушку. Также 500-метровым особняком в Барвихе, элитный поселок, прям под Москвой, за 200 миллионов. У племянника Киасаяна, Эдмонт его зовут, 100-метровая квартира. У мамы Симонян, Зинаиды, особняк за 150 миллионов в элитном поселке Княже-Озеро, где стоит и 900-метровый дворец дочки Маргариты Симонян. Вся родня пропагандистов заработала десятки миллионов долларов на семейном фильме «Крымский мост», добавили в «Можем объяснить». К нам присоединяется Сергей Жуков, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Здравствуйте, Сергей. Приветствую вас. Вы слышите нас? А скажите что-то. Я слышу. Да, потому что... Спасибо, Сергей. Звук тоже нужен. Не будем углубляться в семейное древо Симонян-Киасаян. Это очень сложно. Зинаиды и прочие товарищи... Дорогое древо. Дорогое древо, да, с сотнями квадратных метров и десятками миллионов рублей. Меня вот что интересует. Значит, RT с начала полномасштабной войны потеряла YouTube, потеряла Telegram, я имею в виду вовне, потеряла несколько крупных филиалов, очень серьезных филиалов. RT Европа, UK не работает, да, Франц. При этом бюджет увеличился до 270 миллионов долларов в год. 270 миллионов долларов в год. А на что же они их тратят, если у них сокращается вещание за рубежом, сокращаются корпункты, закрываются целые отделы? На самом деле, преувеличение большое говорить о том, что они там сократили объемы своей работы. Да, у них заблокированы телеканалы в Европе, закрыты полпункты в Европе и в Соединенных Штатах. Но они активно работают в Латинской Америке, они активно работают на Африку, на Ближний Восток. И более того, никто не говорил, что они прекратили работу в Европу и так далее. Потому что помимо официальных структур RT, например, созданы десятки сайтов-клонов, которые делают републикации, публикации с Russia Today всеми европейскими языками. Регулярно создаются сайты-зеркала и так далее. Размещается реклама в разных социальных сетях со ссылками на эти ресурсы и так далее. То есть они таким вот пиратским путем пытаются проникнуть в европейское информационное пространство, в американское информационное пространство. И там также действуют. Несмотря на то, что у них там через... после введения санкции в 1922 году были вынуждены закрыть и французское, и британское подразделения, и американское. Сергей, скажите, а можем ли мы как-то с вами, я не знаю, как-то использовать какую-то методику? Ну, я думаю, что есть определенные схемы, по которым мы можем провести эту соответствующую работу или дать оценку. А как вы считаете, они отрабатывают это бабло? Ну, вот пропаганда до и пропаганда после. Понятное дело, что на фоне этих потерь надо голову забивать людям. И, понятное дело, они будут все делать для того, чтобы как-то планочку держать. Но эффективность, да? Как бы того, что они делали до, и то, что делают сейчас. Ну, очень сложно оценивать это все. На самом деле, тем более, если мы говорим об арте, это все-таки и навещание, и пропаганда, ориентированная на внешнего потребителя, а не на внутреннего. Для внутреннего потребителя семейство Киасаян делает немножко другие вещи. Маргарита Симоньян ведет свой телеграм-канал, постоянно входит на ток-шоу к Соловьеву. Ее муж Тигран делает абсолютно дикую, не смешную, но которая получает время в прайм-тайм передачу «Международная белорама», которую все, кто только может, высмеивает, но, тем не менее, это тоже какие-то абсолютно дикие деньги. Плюс периодически они получают подряды на какие-то, скажем так, сторонние проекты, самым громким из которых стал фильм «Крымский мост. Делан с любовью», который в прокате с резком проводился, но, тем не менее, бюджета не освоен. Поэтому, если мы говорим об РТИ, это одна история, и они работают довольно эффективно, я уже сказал, на иностранном рынке, в первую очередь, в Латинской Америке, на арабскую аудиторию, на африканскую аудиторию, они работают довольно агрессивно. Вот, а те работают, ну, к сожалению, довольно эффективно, потому что те нарративы российской пропаганды, которые транслируют, в том числе сеть телеканалов и ресурсов РТИ, они, так или иначе, проникают в медиаполе этих стран, и там они начинают воспроизводиться уже без участия российской пропаганды, а уже органически вполне. Вот, если мы говорим о странах Европы, Британии, там, Соединенных Штатов, то, естественно, здесь у них все очень тяжело и очень плохо, потому что, ну, в принципе, им там кислород довольно крепкий. Сергей, а внутри работают другие структуры. А скажите, пожалуйста, вот мой коллега, да, Сакен, говорил о том, что так или иначе хвосты им там поотрубовали, они там поподжимали, да, если говорить о представительствах, филиалах РТИ, там, той же Франции, в Европе, в той же Великобритании. Но мне интересует, знаете что, а что мешает позакрывать чертям собачьим РТИ-Арабик и РТИ-Эспанил? Ну, смотрите, а кто будет их закрывать, эти телеканалы и корпоративы в странах, которые, ну, мягко скажем, не очень активно участвуют в санкционной политике против России? Сегодня. Кто будет закрывать, например, корпоративы, например, Венесуэя? Ну, получается, смотрите, тут же ацент какой, да, Сергей, как я понимаю? Получается, эта же история, да, грубо говоря, вписывается в желание иметь влияние на арабский мир, да, и испаноязычный, да, и не только там о Европе, о Испании, да, это в целом глобальный юг и арабский мир. Получается, вот в этом плане, да, у них остается до сих пор, да, мощности и, соответственно, какие-то силы для того, чтобы влиять на умы именно той аудитории. Безусловно, здесь нужно искать подходы, в первую очередь, к спутникам и императорам, среди которых есть европейские компании, которые могли бы при желании, вот, те ресурсы, которые у них есть, используют для того, чтобы заблокировать спутниковый сигнал, хотя бы частично этих телеканалов, которые транслируются на страны, которые не являются европейскими. В той же самой России, например, используются мощности европейских спутниковых операторов для ретрансляции российских телеканалов на территории России. Это можно было бы сделать, и это, к сожалению, то, что не доведено до конца за вот эти, как минимум, два года, хотя работа в этом направлении движется. Вот. Что касается, действительно, Россия, она, вы, если заметите, ее тактика направлена на то, и пропагандистской, и практической стороны, для того, чтобы добиться поддержки, какой-то симпатии, какого-то политического влияния в странах, развивающихся, в странах так называемого глобального юга, хотя этот очень условный термин и не совсем корректный, чтобы потом добиться, ну, какого-то там перевеса по голосам в различных международных ассоциациях, например, в спортивных, да, в федерациях. Вот, к примеру, да, сейчас это актуальный вопрос, к примеру, если мы говорим о плодекове Олимпиады, об участии российских спортсменов в различных международных соревнованиях и так далее, например, в той же Генеральной Ассамблее ООН, ну, ей этого, конечно же, не удается, но мы видим ряд стран, которые регулярно либо воздерживаются, либо поддерживают Россию, либо не поддерживают эти российские резолюции, пусть это имеет исключительно политический, символический характер, эти все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, но, тем не менее, для России важно показано. Плюс, они в пропаганде очень часто используют, что Россия либо поддерживает большое количество стран, включая какие-то очень маленькие страны, либо большое количество населения, да, то есть мы берем страны с большим населением, какую-нибудь Бразилию, которая где-нибудь там проголосует, не станет голосовать против России, которая является членом БРИКС, и скажут, вот, смотрите, миллиарды людей в мире поддерживают Россию, а вот то, якобы, международное единство, которое вводит санкции, которое поддерживает Украину, которое осуждает действия России и так далее, вот, это якобы меньшинство. Вот они этим всем вещам манипулируют, и для создания почвы, для таких манипуляций, им, конечно же, нужны инструменты пропаганды, в том числе и пропаганды извне, то есть пропаганды на международном мире. Сергей, почему не существует Russia Today China, китайского, но существует CCTV Russia, государственное телевидение Китая на русском? Ну, этот вопрос нужно задать в Кремле и в Пекине, да, почему российская пропаганда... Только до вас. Да, ну, то есть здесь можно только догадываться, да, о том, что кто из партнеров, скажем так, имеет большее влияние друг на друга, вот, Кремль на Пекин или Пекин на Кремль, и кто из них свои медиаресурсы может более активно продвигать на территории друг друга. Вот и все. Китай, как вы знаете, это довольно-таки страна специфическая, которая, скажем так, очень интенсивно фильтрует свое информационное пространство, и несмотря на то, что нарративы российской пропаганды, нарративы китайской пропаганды очень созвучны, я думаю, Китай все-таки чужие игроки, даже сверх лояльные к китайскому режиму. В принципе, не очень, наверное, интересно на теле творитику. Ну, а в то же время Китай, как мы знаем, активно работает тоже на внешней аудитории, продвигая свои нарративы, свое видение мира. И как в России, так и в других странах мира, видимо, CCTV работает практически по всему миру. Сергей, и в заключении хотел вас спросить, вот меня просто очень, как самого сотрудника телевидения, впечатляет бюджет 270 миллионов долларов в год, очень хороший бюджет у Russia Today. Означает ли это, что для того, чтобы эффективно бороться с российской пропагандой, бюджеты нужны соответствующие? Ну, с одной стороны, да, конечно же, безусловно. Но с другой стороны, нужно помнить, где лежит яйцо Кащея, где главный источник доходов российского бюджета, который они могут бросать на войну и в том числе на пропаганду. И с этими источниками нужно бороться. В первую очередь, не столько пытаться обогнать Россию по бюджетам на, скажем так, информационную составляющую, да, но столько перекрывать этот кран, бездонный кран, который наполняет все статьи российского бюджета, в том числе военных. В том, что, Сергей, пропаганда в приоритете российских трат, они скорее откажутся от всего, что угодно, но армия и пропаганда будут работать? Безусловно, это уже происходит. Это уже происходит, они пересматривают статьи бюджета в сторону увеличения трат на военную машину, в сторону, как мы видим, пропаганду тоже они совершенно не обижают. Причем это же, мы же говорим только об одной составляющей, да, об навещании. Там же есть другой, несколько, скажем так, других государственных холтингов, есть бюджеты, которые как напрямую с федерального бюджета питаются, так и всякими другими окольными путями. Всяческие фермы-тролли, батафермы, российская православная церковь, каждая спецслужба, каждая из российских спецслужб, и ФСБ, и СВР, и ГРУ тоже выделяют деньги на информационную войну. И список этот можно продолжать. Система образования тоже заточена на пропаганду, система музейная заточена на пропаганду, кинопроизводство заточено на пропаганду. Если все это сложить в сумму, мы в кучу, да, мы увидим еще более устрашающие циклопические суммы, вот, поэтому, конечно же, россиян будет стараться вкладывать огромные деньги. Путем сокращения трат, в том числе, на медицину, ну, гражданскую медицину, путем сокращения трат на социалку, путем сокращения трат на какие-то инфраструктурные проекты, провинции и так далее. Но, тем не менее, мы должны понимать, что нефтегазовые доходы, это то, что должно быть первой целью, первой целью для того, чтобы эффективно бороться с Россией. А, Сергей, по поводу противодействия российским операциям в разных полях, да, вот, в разных сферах, мы сейчас говорим о том, что, как отметила Кирилла Буданова, глава Гурминобороны Украины, о том, что продолжается эта так называемая спецоперация «Майдан-3» по дестабилизации ситуации в Украине. Да, и он говорил о том, что мы выйдем на пик, да, это будет, как бы, май месяц, да, будем смотреть. А какие признаки того, что эта история сейчас продвигается, да, чтобы люди тоже понимали, на что обращать внимание, как фильтровать информацию и как, возможно, ее не воспринимать, а подходить, да, как-то с умом и с холодным расчетом? Ну, мы сейчас фиксируем, скажем так, увеличение количества персональных атак, ну, как часть этой операции, в частности, на президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас мы видим, что огромное количество комментариев появляется, ну, это просто пик роста упоминаний президента с такими эпитетами, как «просроченный президент», в том числе и на украинском, на русском языках, во всех социальных сетях. В первую очередь, это Телеграм, это комментарии в YouTube, это TikTok и так далее, где россияне вот эту тему непроведения выборов в Украине максимально начинают качать. Плюс сейчас пошли уже какие-то судебные иски против Верховной Рады, будут очевидны иски против Центральной избирательной комиссии в отношении их бездейственности о необъявлении президентских выборов. В эту тему также россияне будут информационно максимально подогревать. Плюс все вот любые протестные настроения они будут использовать, все, что касается адресации, все, что касается вообще любых точек напряжения в украинском обществе, они активно используют. Можно пытаться расшатать. Сергей, спасибо вам большое за разговор. Благодарим, что присоединились. Сергей Жуков, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, был с нами на прямой связи.